Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о страшном. Раньше мы знали слово «картель» только в соответствии, в связи с колумбийской мафией, о том, как она занимается наркоторговлей. Но теперь, благодаря нашим доблестным спецслужбам, это слово вошло и в латвийский оборот. У нас появился «картель», и где бы вы думали, в строительстве. Журнал «Ир» опубликовал разгромную статью, в которой описаны участники этого предполагаемого «картеля» и их встречи в бане «Таурене». Эти встречи, оказывается, фиксировались, записывались, и информация об этих встречах просочилась в руки журналистов. Хотя, как мы уже однажды упоминали, подобные записи согласно закону об оперативной деятельности просачиваться никуда не должны, потому что это уголовно наказуемое преступление. Ну так вот, сегодня мы начинаем разговор о строительном картеле, и в студии у нас присутствуют уважаемые эксперты. Это доктор экономики Ольга Андреевна Павлук. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш бывший депутат Европарламента, журналист и многолетний наблюдатель за нашим политическим процессом Андрей Мамыкин. Добрый день. Здравствуйте. Итак, среди обвинений, которые сейчас выдвинуты в адрес строительной отрасли, звучит несколько аспектов. Ну, картель – это, как известно, монополизация. И у нас есть закон о конкуренции, в котором как будто бы это что-то оговорено. Ну, я вот потрудилась взять распечатку топа строительных компаний за 2018 год. В нем упомянутые фигуранты списка, который опубликован в журнале ИР. Кроме того, известно, что в прошлом году строительная отрасль обернула через себя около 2 миллиардов евро, чуть более 2 миллиардов евро. Значит, я посчитала совокупный оборот фигурантов, получилось 634 миллиона, ну, то есть это четверть, примерно, чуть больше четверти строительного рынка находятся за этими крупными компаниями. В них работает 1416 человек по списку, и они обеспечивают довольно высокую производительность труда, это 447 тысяч в год на человека. Однако при этом один из упреков, который адресует так называемому картелю, я буду говорить так называемый, потому что все-таки это вещи, которые пока никак не определены и не доказаны. Так вот, один из упреков – это то, что в строительстве велика доля теневой экономики. Ольга Андреевна, Вы изучали этот вопрос, и даже у Вас была опубликована эту тему статья. Вот, какова реальная ситуация с теневой экономикой именно в строительстве, и насколько это вот соответствует европейским тенденциям? Мы вообще впереди планеты всей, или мы, так сказать, такие же, как и все остальные? Традиционно строительная отрасль самая, занимает первое место по уровню теневой экономики вообще везде, и в Европе в том числе, и мы здесь не выделяемся абсолютно ничем, называют цифру до 40%, но у нас сейчас мы говорим где-то 33-35% по каким-то исследованиям. А как это можно установить, вот эту долю теневой экономики? Ну, я понимаю, вот в целом стране… Можно, есть два варианта, один – это кабинетный, это через отчёты предприятий, Госкомстат рассчитывает долю теневой экономики в общем валовом продукте или валовом продукте какой-то отрасли. Ну, это… Ну, вот как в общем обороте посчитать, я понимаю, а как посчитать в обороте конкретной отрасли, не очень понимаю. Ну, точно так же можно взять данные по отрасли и посчитать там, так же можно, это один вариант. А второй вариант – это метод опросов. Вот наш один специалист, и тоже мой коллега, и профессор Арни Саука, он уже 6 лет считает теневую экономику путём опросов предпринимателей в трёх странах – Латвии, Литве и Эстонии, поэтому мы видим, что ещё и у соседей. И вот в этом году он презентовал исследования именно в строительной отрасли. Тоже таким же образом. То есть предприниматель только в строительной отрасли. То есть он приходит к предпринимателям инкогнито и спрашивает, вы платите взятки, и они ему сейчас отвечают. Ну, там нет опроса, опросник, в котором не видно ни кто говорит, ни что, да, это определённое количество. Ну, это нормальный обычный статистический опрос. Но когда мы видим, что этот опрос, допустим, провели в трёх странах, или, может быть, в ста странах, да, по одной методике, то мы можем тогда сравнивать уровни там и уровни здесь. Так вот, если говорить о списке, который сейчас ты представила, по-моему, ты сказала, что пятна, сколько там процентов эти вот предприятия? Ну, чуть более четверти. Чуть более четверти. 630 миллионов из 2 миллиардов. Так вот, всего в отрасли, в Латвии, зарегистрировано, чтобы не соврать, 12 тысяч предприятий в строительной отрасли. А, ну, в топе 45. В том числе, вот, в топе 45, а всего 12 тысяч. Половина из них появились, когда появились микропредприятия. То есть каждый строитель практически, да, каким-то образом создаёт какое-то своё предприятие. Или он нанимает ещё к себе работников, или работает там, может быть, один или семейный, или где-то. Ну, вообще это очень большое количество. 60 тысяч человек занято в этой отрасли на работе. 60 тысяч – это очень много. А на этих предприятиях полторы, по-моему, это, да? Да, около полутора тысяч. Около полутора тысяч. Так вот, про теневую экономику. То есть наша страна ничем особенным не отличается? Ничем особенным не занимается. Я даже могу такую цифру интересную привести. Это, правда, было уже, наверное, с десяток лет назад. Но сильно ничего, я думаю, не изменилось. На строительном рынке Берлина один из самых главных вообще исследователей теневой экономики в Европе, такой Фридрих Шнайдер, он приводил цифру 70% строительного рынка Берлина – теневая экономика. С чем это было связано? Конечно, с притоком рабочей силы с Востока. Ну, с нерегулированной… То есть они готовы работать без зарплаты официальной? Естественно, не только они готовы, а готовы предприниматели, немцы. Это, в общем-то, считается, что это самые такие законопослушные предприниматели. И поэтому теневая экономика выросла во всех странах, не только в строительстве, кстати. Строительство – это просто как один из таких главных индикаторов. А на самом деле выросла очень сильно в Европе. Это все в Советский Союз виноват? Это не Советский Союз. Почему только Советский Союз? Ну, Восточная Европа дала… Польша, Восточная Европа. Конечно, конечно, конечно. Как только хлынул поток рабочей силы, то вот эти вот самые такие дисциплинированные предприниматели не смогли удержаться и не принимать на работу людей с зарплатой в конвертах. Вот про зарплату в конвертах дальше. Значит, зарплата в конвертах на протяжении вот уже последних 25, наверное, лет все время достаточно большой процент. Опять же, Финны мониторили балтийские страны и Финляндию очень много-много лет. И все время это было где-то в районе 25% в среднем зарплаты в конвертах. Этот же примерно процент, только это в среднем по экономике, в строительстве это гораздо выше. То есть даже сегодня, если говорить о зарплате в конвертах, то ее получают где-то 34, по-моему. 33, 34 процента. Ну вот смотрите, Ольга Андреевна, я понимаю, вот 12 тысяч предприятий, из них там половина микрики, да. Ну, соответственно, им по закону можно получать деньги на, так сказать, не через социальный налог, а просто забирать наличные, если они заплатили налог с оборота. То есть это законная вполне схема, и я думаю, что как раз вот нынешние фигуранты дела о так называемом картеле, они как раз находятся на другой стороне этой пирамиды, потому что они участвуют в конкурсах, у них есть жесткие требования по соблюдению нормы средней зарплаты в отрасли на их предприятиях, по уплате налогов, по обороту и так далее. То есть, ну, вам не кажется, что упрек в адрес этих компаний, что они там участвуют в теневой экономике, немножко не по адресу? Ну, мне кажется, что да, потому что их доля оборот-то у них большой, количество работников не такое большое. Мы же сейчас говорим об отрасли, где 60 тысяч занято, 60 тысяч это много, да. И я-то вообще отношусь к теневой экономике гораздо спокойнее, чем службу государственных доходов, потому что… Вам жалко людей? Нет, я думаю, что современный рынок и административные службы изменился очень сильно, рынок труда, и вообще изменилась, структура экономики изменилась. И администрировать мелкие предприятия очень трудно государству, поэтому надо что-то придумывать вообще другое. То есть, никто не может приставить инспектора к каждому микропредприятию в строительной отрасли. И даже на больших предприятиях. То есть, это просто нерационально, невыгодно? Я думаю, что да, конечно. И эффекта-то не будет, потому что это просто невозможно сделать. Поэтому это какие-то выборочные проверки, еще что-то. Надо создавать условия, чтобы люди работали. И те же самые микрики, им нужно совсем более льготные условия, чтобы люди работали, чтобы они себя кормили. Не надо думать, что каждый должен прямо внести в эту большую копилку бюджета максимальное свое участие. Обсуждая тему строительного картеля с разными специалистами, я услышала такое суждение, что при той налоговой нагрузке, которая существует у нас на зарплату, строить полностью официально, но в особенности для частных заказчиков, это невыгодно. Никто не сможет это оплатить. Вот я обращаюсь сейчас к радиослушателям, чтобы они позвонили, может быть, в студию и рассказали о своем опыте, ну, я не знаю, как они чинили краны, как они ремонтировали лестницу или заменяли окна, как они платили этим людям, которые к ним приходили, сантехники. Вот тут у нас наша гостья из Москвы Елена Лукьянова утверждала на радио «Болтком», что она знает всех сантехников в Юрмале поименно, и эти люди на вес золота. Вот, поэтому 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, делитесь своими мнениями о том, насколько действительно нужен в комплекте к любому сантехнику финанс-спектор, и что вы думаете о том, как государство пытается урегулировать эту сферу. А вы, Ольга Андреевна, хотели о каком-то своем опыте сказать на эту тему? У вас тоже есть сантехники. Нет, я хотела немножко о другом. Какие причины? Вот называют предприниматели две главных причины. Одна – это налоги, это жесткая очень система налоговая, которая не позволяет именно крупным в данном случае предприятиям работать полностью в чистую. И вторая причина – это бюрократические барьеры. Это очень сложная система согласований. Есть даже были какие-то примеры, когда рекорд, когда согласование проекта заняло два года. Но я знаю и другие примеры, может быть, не два года, а год и больше, когда все эти стройинспекции там и все это работают. Мы не знаем, насколько они работают профессионально, но знаем, что они тянут время приема объектов. Но сейчас мы еще любимую тему Дыгловского моста и Брасовского моста поднимем, и нам радиослушатели расскажут, что они об этом думают. Однако же я могу вспомнить разговор с руководителем комитета по транспорту Рижской думы Вадимом Фальковым, который сказал, что сейчас, после, так сказать, трагической истории с Максимой, закон о строительстве дополнен такими изменениями, которые требуют, например, согласования реконструкции моста с автором проекта, который его выполнял. Таким образом, если нам нужно будет ремонтировать Вантовый мост, то нам надо будет под Киевом найти автора проекта, которому уже более 80 лет. Хорошо, если он не в маразме, и он подпишет этот документ. А если он не подпишет или он скончается, то авторские права переходят к его детям. А будут они архитекторами или не будут, и вообще компетентны ли они подписывать такие документы, один бог знает. Ну, то есть, у нас иногда получается, что стремление к надежности, к прозрачности и так далее оборачивается абсурдом. Совершенно верно. И, кстати, вот про мосты. Мосты и дороги – это эксперты уже называют, строительные эксперты, да, называют сейчас самым таким узким местом. Не только по согласованию этих проектов, а потому что нет просто специалистов, то есть старые вот, типа вот этих, которым уже 70 плюс и 80 плюс лет, они уходят, а новых категорически нет в Латвии. И поэтому их нужно приглашать откуда-то. Вот называли такие интересные тоже цифры. Тысячи квалифицированных специалистов в отрасли уже сегодня не хватает. Прежде всего, в мостостроении и в дорожном строительстве. Вот если кто-то, кто ездит в Юрмалу, а я езжу в Юрмалу, видит, как сейчас делают ремонт дороги, Юрмалской части, Рижская вообще, оказывается, не будет пока ремонтироваться. Оказывается, там, насколько мне сказали, что подрядчик вообще немецкая фирма. И я как бы радовалась, что немцы, они делают, наверное, лучше, чем наши. Но, опять же, более такой углубленный взгляд показал на то, что техника немецкая старая, несовременная и еще что-то. Ну, наверное, лучше, чем наши, но тоже не высший класс. Ну, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу. А после перерыва поговорим с Андреем Мамыкиным о том, как европейские компании могут прийти на наш рынок, и нужны ли они нам здесь. Не переключайтесь, ждем вас в эфире и звоните по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Ждем ваших звонков в студии. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем расследовать тему картеля, так называемого, который не в Колумбии, а у нас в Латвии и в строительстве. И мы до перерыва говорили о том, что уже на нашем рынке появляются иностранные компании. И, кстати, один из упреков, опять-таки, к фигурантам списка о картеле, это то, что они мешают войти на этот рынок иностранцам. Я вот грешным делом подумала, а может быть, вот в Европе сейчас с работы тяжело, экономический рост замедлился, и может быть, действительно, большим, крупным европейским монстром интересен стал наш микроскопический рынок, особенно если на него, так сказать, в перспективе может упасть 6 миллиардов евро на Рейл Балтика. Вот депутат бывший Европарламента Андрей Мамыкин, наверное, в курсе этого дела? Как вы думаете, может быть такой сценарий? Нету ни одного решения Европарламента или Еврокомиссии, который бы сказал, что Брасовский мост может ремонтировать фирма с оборотом не менее чем, например. Есть принцип свободного перемещения товаров и услуг, людей. И в Западной Европе в отрасли строительства, несмотря на то, что европейские деньги есть, в Польше, вот восточная часть, в Западная часть, в Германии, в Люксембурге, в Бельгии, очень большой спрос. Иногда приходится стоять в очереди по полгода, чтобы к тебе на объект пришли строители и начали строить. Хотя там зарплаты больше, и многие наши специалисты-строители уже, конечно, давно там. Ну, то есть, на самом деле, недостатка в работе у них нет? У них нет, и многие мне, так сказать, готовясь к эфиру, я поговорил со строителями, с профессиональными сметчиками, по полгода человек ждет в очереди, и может быть так, что он заплатил аванс, и его там несколькоэтажный дом в Брюсселе, может быть, не построен через полгода, не начать даже строиться. Потом, смотрите, в Латвии, как интересно получилось, с чего начались вообще разговоры, как вы правильно сказали, о так называемом картеле, с публикацией в журнале ИР. Например, нас месяц назад известный в Латвии архитектор Зайга Гайлы вдруг, что называется, наехала, простите за грубое слово, на крупную строительную фирму, которая ремонтировала Новый Рижский театр. Она стала там довольно громкие слова говорить, строительная мафия, да, они сговорились, они там все не по проекту, но это на самом деле очень-очень старый спор архитекторов и строителей. И архитекторская мафия, и архитекторский картель ничуть не, так сказать, менее страшен, если мы о страшилках говорим, чем строительный. Почему? Потому что многое в законах Латвии написано под отрасль архитекторов, если вы, извините, в маленьком старом бабушкином доме хотите сменить окно мансардное, поставить в крыше, сделать это официально, проект начинается с 3,5 тысяч евро. Представьте, кто будет платить там, я уже не говорю про большие компании, представьте, магазинов, супермаркетов и так далее. Вот архитекторы, не говоря уже про согласование, потом они придумали себе всякие этические нормы и правила. То есть именно они цены-то повышают, оказывается. Да, что если тебе твой проект дорабатывает архитектор другой, он должен согласовать с предыдущим. Ну то есть хорошо, если, как вы сказали, этот архитектор жив, а если он живет в другой стране и, может быть, уже умер, и объект огромный, как Вантовый мост, ну это просто труба. То есть это бюрократизация ужасная, и многие западные строительные компании не приходят на наш рынок из-за большого уровня бюрократии. Ольга Андреевна много писала на эту тему, я знаю ее коллеги, это исследовали профессионально, научно. Поэтому приходит кто? Тот, кто готов работать по нашим законам, готов драться, там жесткая конкуренция в строительстве за каждый заказ, особенно большой. Ну поэтому на Дегловском мосту у нас литовские вывески на строительной технике, например. Это, ну как, это вечный спор, и я сейчас вспоминаю, и вот Ольга Андреевна, и вы, Люся, лет 25, наверное, назад в газете «Бизнес Балтия» писали о строительных сговорах при конкурсе, и тогда еще не было европейских денег, и тогда еще не было такой, ну, большого объема денег, 2 миллиарда только. Ну вы знаете, вот что называть сговорами, понимаете, мы можем говорить сговор, а вот один из моих экспертов сказал, что в принципе вот эти так называемые полные общества, по-русски это консорциум, то есть объединение двух или более компаний для того, чтобы совместно вести какой-то проект, который, допустим, требует разных компетенций. Ну возьмем там русский остров в Риге, да, создание новых причальных мощностей, там нужны были гидростроители, там нужны были дорожники, там нужны были, ну, обычные строители, да, которые, да, вот это все делают. Ну, соответственно, объединились там БМГС, Конто Буве, значит, там Белам Рига тащил туда кабели коммуникации там и так далее, ну, то есть этих организаций там было несколько, потому что у них разные компетенции, и это было, ну, некий консорциум. И, по сути, можно метать камни в их адрес и говорить, ну, это же был картель, это был сговор, это была монополизация. А с другой стороны, именно условия конкурса требовали, чтобы эти компетенции были объединены под одной крышей, чтобы был один ответственный. Ну, то есть, если мы говорим о том, что строители… Это же не картель, это нормальная практика, и понятно, что есть специализация, и тот, кто тащит кабели, он не должен заниматься кровельными работами, и наоборот, это специализация. Но упрек некоторых журналистов же был совершенно в другом, когда особенно государственные конкурсы разыгрываются, большие фирмы нередко говорят, этот объект возьму я, а тот я тебе уступлю. Это почти невозможно доказать, то есть, никто не ходит с микрофоном, все эти какие-то обрывки записей в бане Таурене, в подлинность которых я, честно говоря, не очень верю, то есть, там многое может быть подмешано, или нам не все записи журналистам показали, и мы объективно не все, это оперативная информация, как вы сказали. Государственная тайна. Государственная тайна, да, более того, следственная. Ну, то есть, это как бы пока разговор ни о чем, пока никто не пойман за руку. Потом, большие эти фирмы, они все-таки тоже интересно выглядят, есть в законе требования к обороту фирмы на особенно большие объекты, особенно если государственный заказ, там ремонт театров, строительство дорог. Но, по сути дела, у этих великанов, у них, как мне сами строители говорили, даже лопаты своей нет. Они тут же отдают подряды мелким, и по цепочке это доходит до маляра Васи, который сорганизовал свое микропредприятие, честно пытается платить налоги, слава богу, тогда было там 9%, и сейчас вот служба госдоходов душит этого бедного Васю. И, естественно, и строители готовы работать в черной части, в теневой части, и заказчики, и там частники маленькие, и довольно большие, но государство не может, да, там должно быть все прозрачно. Но, когда у тебя удорожание СМИ, ты почти в полтора раза на 47%, если ты честно хочешь со всех строематериалов заплатить налог на добавленную стоимость, и строителям за часы, проведенные на объекте, ты хочешь заплатить социальный налог, как заказчик. Ну, ты там тысячу или полторы тысячи, или там 1470, 47% в среднем, это удорожание. Это огромные деньги, это половина объекта, который ты строишь, ты отдаешь в налоги, но ни заказчики, ни строители, вероятно, не очень верят в социальную справедливость и ответственность государства, поэтому очень часто эти социальные налоги не вносятся. Хотя, говорю, это больше в частном секторе, потому что в государственном все-таки на уровне больших игроков отрасли уйти в черное практически невозможно. Ну, вот я тоже хотела сказать об этом, потому что ведь как раз в части вот этих крупных компаний законодательства в последние годы сильно ужесточилось. К ним предъявляют требования о посредней зарплате, к ним предъявляют требования о том, что они обязаны гарантировать уплату налогов за их субподрядчиков, к ним применено требование фиксации электронной присутствия рабочих на объектах. Ну, то есть, их как бы задушили со всех сторон. Да, ты должен еще электронные счетчики прорабов развесить на объектах. При этом я вот посмотрела опять-таки этот список топ-компаний, ну, в принципе, норма прибыли у них, ну, у ряда компаний вообще убытки по итогам года, причем до полутора миллионов в год убытки. Но, в принципе, норма прибыли самая большая, это 7,8%, заработал Биндерс, строительная компания по строительству дорог, при обороте 86 миллионов он получил в прибыли 5 миллионов с небольшим. А у остальных прибыль очень-очень такая скромная, 2%, 5%, 0,03%. Ну, то есть, может быть, в сумме, как бы, для обывателя эти деньги кажутся очень большими, но с точки зрения там инвестиций, ну, не самый сладкий, наверное, хлеб, вот, проворачивать эти, так сказать, жернова для того, чтобы получить на выходе там 0,02% прибыли, а то и убытки. Ну, то есть, у меня создается впечатление, что вот вся эта компания сегодня инспирирована не ради борьбы с теневой экономикой, не ради, там, поисков справедливости, там, не ради снижения цен на строительные услуги, а ради какой-то другой цели, вот, как вам кажется, Андрей? Ну, конечно, передел рынка. Ну, когда такой дым без огня появляется, это передел отрасли целой, говорят о связи, естественно, строительных компаний с большими политическими партиями, игроками, не так давно назывались именно звезд латвийской политики, которые чуть ли не лично курировали строительство объектов. Я думаю, все это тоже по-журналистски преувеличено, не сидел какой-нибудь депутат Сейма Икс и не делил прям до последней копейки смету возведения объекта. Хотя мы знаем, что многие связаны со строительством, жертвуют политическим партиям, но это, как часто бывает в латвийской политической культуре, это очень-очень сильно преувеличено. И вы право в том, что если ты хочешь вести свой бизнес, особенно строительный по-честному, заплатить себе налоги, то практически ты там обречен на вымирание, на банкротство. Ну, даже те, кто показывают убытки, я думаю, просто еще и хорошего бухгалтера имеют в своем штате, чтобы легально, но как-то уйти от налогообложения там, где это легально возможно сделать. Есть же и такие там в законодательстве. Ну, вот жертвование политических партий, кстати, в истории о так называемом картеле нигде не звучит, зато очень громко прозвучало то, что Латвийский баскетбольный союз собрал под своим крылом огромное количество политически известных и значимых персон. И вот этому объединению строительная компания «Рига Стелты», было написано в журнале «Ир», пожертвовала там какие-то 300 тысяч за три года. Вот, и это очень подозрительно. Ну, и то же самое Байбу Броку, которую, значит, отстранили от… Союзу биатлонистов. Да, да, Союзу биатлонистов пожертвовал, значит, Гунтис Равис на какую-то сумму денег. Слушайте, почему-то они вспомнили, что Биндерс жертвовал на латвийскую бобслейную олимпийскую команду. Это тоже как-то очень подозрительно. Да, и многие другие со времен там репшие еще партии «Явный слайкс». То есть это… Ну, вот, мне кажется, это такое новое слово в развитии латвийского компромата, когда легально работающие крупные компании обвиняют в том, что они занимаются благотворительностью. Ну, да. Вам такое знакомо? Ну, кстати, они же, как пишут эти все наши псевдорасследователи, это подозрительно. То есть они получили прибыль, заплатили налоги и из прибыли пожертвовали кому хотят. Они имеют право жертвовать баскетбольному там или другому союзу, имеют право. Союз имеет право на счет деньги получать, имеет право. Но вот начинается поиск проблемы там, где… Я не вижу, например, да, если большие компании жертвуют кому-то, никакой проблемы. Ну, уже молодцы, но спорт поддерживают. Потому что у нас государство поддерживает только топового спортсменов, кто медаль какую-то олимпийскую принесет. А вот массовый спорт – это только на собственном финансировании. Ну, жертвуют, но молодцы. Вот, кстати, скандал с Байбой Брока и вообще скандал с ректором в Латвийском университете. Так, чуть-чуть отступлю. Это же тоже связано с отраслью строительства. Потому что все эти дом физика, дом химика и общежития, что ни объект, то 30 миллионов евро. Ну, казалось бы, один дом 30 миллионов. Конечно, тут уже нужно и ректора переизбирать, и кого там лишнего посадить. Потому что это связано с имуществом высшего учебного заведения и с европейскими деньгами. Пока европейские деньги заходят в экономику Латвии, они будут заходить в отрасль строительства еще довольно долго, эта ситуация неизбежна. Ну, зато про больницу и страны никто не говорит, что стоимость там, в первую очередь, 87 миллионов, стоимость второй очереди примерно столько же, да, и, значит, Министерство здравоохранения кричит, что денег нет, значит, зарплаты медикам не повысят. Сейчас такая же история повторится на Рижском центральном вокзале в связи с Раэл Балтика. Раэл Балтика еще не начал строить вокзал в Риге, да, он уже удорожал в два раза, там, больше, чем на 200 миллионов. Ну, то есть, это такая хитрость. Ну, вот, кстати, об удорожане, да, и о том, что не хватает тысячи квалифицированных специалистов, как сказала Ольга Андреевна. Значит, здесь опять-таки, ну, как бы, к так называемому картелю адресовано обвинение в том, что они, значит, объединившись, завышают цены. Однако, не получается ли у нас снова так, что тут переводят стрелки не по адресу? То есть, зарплата растет, потому что людей нет. И, ну, для того, чтобы привлечь людей, им надо платить зарплату конкретно способную, там, с той же Норвегией или, там, с Германией, правильно? Да, потому что любой маломальский специалист имеет право выбора уехать в Германию или продолжать работать в Латвии. И в Латвии за копейки, это вот из анекдотов пьяный дядя Вася. И хоть более-менее качество, ты должен платить легально, нелегально, но ты должен платить больше. И труднее всего именно вот этим предприятиям, которые заключают долгосрочный договор, потому что растут цены на всё, на материалы, на рабочую силу. То есть, подписываясь на крупный контракт, ты должен очень сильно всё просчитать на три года вперёд? Практически невозможный, практически невозможный, и поэтому дальше идёт оптимизация, как они это называют. Но это, опять же, нормальный процесс, который происходит везде, оптимизация налогового. Да, абсолютно. И в Америке, и в Европе, и везде. Нет в этом никакого подвоха, в общем-то, да. Поэтому... А если не выполнил условия контракта, то, соответственно, тебе штрафы, да, и ты тоже на грани банкротства можешь оказаться из-за этого. Ну, так же, государство и предприниматели всю жизнь находятся, в общем-то, в какой-то, ну... Борьбе. В борьбе, в конфликте, там, или ещё как угодно можно назвать. Конечно, государство хочет всё время как можно больше в бюджет, предприниматель хочет всё время каким-то образом минимизировать свои... Ну, это же естественное человеческое желание меньше платить государству и больше зарабатывать. Просто строительная отрасль в этом плане отличается от других тем, что легче, ну, условно говоря, закопать часть своих доходов, да. Хорошо. Вот у меня есть ещё такой один вопрос. Вопрос. Когда в прессе у нас разворачивается компания, то, там, хочется по-ленински спросить, куи продаст, кому выгодно. Вот за шумом о, так сказать, так называемом строительном картеле у города Риги отобрали 117 миллионов европейских денег на инфраструктурные проекты. Вот с моей точки зрения, с небольшого опыта, так сказать, общения с Еврокомиссией и Брюсселем, я могу рассказать о том, что Еврокомиссия в прошлом году, декларируя бюджет на следующий период планирования, одним из своих приоритетов объявила поддержку, ну, так сказать, мегаполисов, крупных промышленных центров, которые опережают уровень развития своей страны по ВВП на душу населения и, соответственно, ну, более эффективно могут использовать европейские деньги. Поэтому эти, значит, города такие, например, как Варшава, я могу сказать, как Рига, которая действительно 70% экономики латвийской концентрирует в себе, они смогут, ну, так говорилось, по крайней мере, в прошлом году, напрямую обращаться в Брюссель за еврофинансированием. Получается, что сейчас вот эти 117 миллионов – это такой, ну, последний кусок, который решили вырвать из горла у Риги и переделить между собой, между этими всеми самоуправлениями, пока еще их реформа не растолкала, так сказать, попилить бабло, что называется. И, поскольку Рига, значит, опорочена, они все там коррупционеры и так далее, и так далее, хотя тоже никем, ничто не доказано. Значит, строители тоже плохие, в Риге строят плохо, поэтому мы у них заберем деньги, и все будут довольны. Может быть, это такой вариант? Ну, это чисто политическая наша кухня, противостояние Риги и правительства Каринша, Еврокомиссия имеет самое минимальное вообще к этому отношение, никакого не имеет. А пожаловаться можно? Ну, можно, конечно, но то, что большие города имеют право обращаться напрямую – это хорошо, потому что у нас в предыдущие периоды финансового планирования европейского, значит, фондовых денег, шло все через правительство, грубо говоря. Если ты мил правительству, как руководитель самоуправления, ты получишь то, что ты просишь. Если ты не мил, как Риге, центральному правительству, неважно, кто там стал мэром, просто это уже давнее противостояние Риги и правительства, то вот те 117 миллионов забрали. Но, с другой стороны, и на местах, и самоуправления не очень эффективно использовали европейские деньги, там, где они даже имели напрямую право это получить, ну, там, с согласия агентства договоров. Один пример – пять лет назад знаменитый план Юнкера – 350 миллиардов евро на развитие, на разогрев экономики после стагнации, после кризиса 8-го, 9-го, 10-го годов. И вот Рига, как вы думаете, на что потратила, казалось бы, для строительства заводов, создания новых рабочих мест? Рига подала заявку на кладбищенский трамвай, так называемый, из плана Юнкера. И, в принципе, уже все было согласовано, если бы не скандал и некое движение общественности, что, мол, трамвай там поедет по могиле Кришни Сабаронса, что, строго говоря, вранье. Да, и вот в итоге Рига потеряла этот большой, ну, такой финансовый пирог. Хотя, на мой взгляд, вообще все равно, что мы строим. Трамвай ли мы строим, заводы ли мы строим, просто дома, школы строим. Любой заход денег, он подогревает экономику, это хорошо. И даже если этот несчастный строитель, Вася, получает что-то в конверте, это тоже хорошо, потому что Вася идет в супермаркет, покупает кефир, платит налог на добавленную стоимость, платит за электричество, за коммуналку, в конце концов не уезжает и еще семью содержит здесь. То есть, это все как-то страшилки службы госдоходов, что мы должны платить все до последнего сантима. Нету этого, как сказала Ольга Андреевна, ни в одной стране мира. И в Бельгии нету. И в Бельгии молдавские, грузинские строители вовсю уже ходят по безвизовому режиму и нелегально ремонтируют квартиры. В Британии то же самое, несмотря на то, что там очень система такая… Жесткая. Жесткая, да. К мелким предпринимателям она очень мягкая, очень мягкая. Но у них не обладаемый минимум 10 тысяч фунтов в год. Ну и там 70 тысяч, по-моему, они раз в год отчитываются. Да, одна декларация. Одна декларация в год. И есть там все эти маленькие мастерские какие-то или еще что-то, принимают наличку, выписывают считания через кассовые аппараты, от руки. Никто на это не обращает внимания, потому что эти люди работают, они получают, они кормят себя и свою семью. И там вообще на это не обращают внимания. То есть службы госдохода начинают там смотрят, во-первых, на отрасли, конечно, да. Конечно, если это связано там с драгоценными металлами или что-то, там будет всегда пристальное внимание очень. А если ты содержишь там, я не знаю, магазинчик какой-то, да, ну содержишь, который продает фермерские продукты, ну и продавайте свои продукты. У нас есть звонок, мы можем еще принять его. Добрый день, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Да, добрый день, слушаем вас, говорите. Добрый день. Вы знаете, очень много различных передач с тематикой в том или ином смысле налогов, уплате и так далее, и так далее. Ну, я как-то говорил, и ваши гости часто это упоминали, по-моему, это основная проблема в нашей экономике, в нашей стране, имею в виду в Латвии. Такая армия этих ненужных клерков, сидящих везде, основная задача которых является на выборах пойти проголосовать так, как надо, чтобы я остался сидеть там, где я сижу, что было в свое время создано одним из премьеров, такое количество этих никчемных, ненужных работников. Я их понимаю как людей, они боятся за свое место, потому что это их благосостояние. Марис Галис, его зовут. Да нет, это не он был, это, по-моему, еще было... Ну, административная реформа и 116 самоуправление, это его идея? Ну, идея возможна, но, по-моему, это все реализовалось более продуктивно во время Вейна Ререпши, насколько я помню, может быть, я ошибаюсь, но суть дела не в том. Суть дела в том, что мы в два с половиной раза более богаты нашими администраторами и всякими чиновниками, чем это нормально могло бы быть при таком количестве населения в республике. Поэтому ни одна экономика, как бы она ни была бы там крута, ни один инструмент сбора налогов, какой бы он мог бы быть придуманным здесь, никогда не сможет потянуть это государство в таком виде, в каком это должно было быть, хотя бы сравниваясь с нашими соседями, где это, кстати, совершенно не так пропорционально, болезненно относится к количеству населения. То есть там такого ужасного количества этих клерков, которые, в принципе, делают вид, что работают, в том числе и служба госдоходов, нежели на самом деле работают. Вот это не мое мнение, я просто его повторял. Спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Ну, да, налоговое время – это, наверное, притча во языцах и тема вечная. Но все-таки, если подытожить наш сегодняшний разговор, мы можем, наверное, прийти к выводу, что шумиха, которая развернута вокруг так называемого строительного картеля, она явно имеет политическую подоплеку, какой-то замысел, который нам пока непонятен и который, ну, к сожалению, к сожалению, он наносит удар по репутации компаний, которые, ну, уважаемые, которые имеют какую-то долгую историю, в которых работает большое количество людей, высокооплачиваемых сотрудников. Ну, как показывает практика, там, с банком АБЛВ, когда уволили 900 человек, ну, никого особо так не затрагивает и не волнует судьба этих людей, которые вдруг оказываются лишены и зарплаты, и какого-то будущего. И ПНБ – то же самое, 500 человек, 500 семей остались без кормильцев. ПНБ – банк, Латэка бывшая. Прекрасно, прекрасно. А, еще надо вспомнить пенсионеров, которые обслужили. В стране сильную отрасль. Да. Всех в строительную отрасль. Я вижу, что у нас есть еще звонки, но время нашей передачи подходит к концу, поэтому ждем вас в следующий четверг. Мы продолжим тему строительного картеля, поговорим о нем с точки зрения заказчиков и, ну, процедуры исполнения этой работы, работ в строительстве. А сегодня мы обсуждали наличие теневой экономики в строительстве и европейские веяния, насколько мы соответствуем европейским тенденциям или, наоборот, мы самая, так сказать, коррумпированная, самая теневая страна в Европейском Союзе, поэтому нам надо срочно очищаться. Вот. На эти темы нам сегодня рассказывали доктор экономики Ольга Андреевна Павук и бывший депутат Европарламента, журналист и наблюдатель политических процессов Андрей Мамыкин. А с вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская. Встречаемся в следующий четверг в 12 часов.